здравствуйте сегодня состоится очередная наша лекция по курсу теории групп значит сегодня у нас будет большое количество новых определений новых понятий вот мы надеемся что с этими понятиями вы все так сказать освоитесь и будете эффективно с ними работать так ну а тема лекции сегодняшний такая у нас действия группы на множестве так вообще говоря в литературе можно встретить разные определения действия я сейчас дам два определения скажем так ходовых а потом докажу что эти два определения эквивалентно и так пусть у нас есть же группа омега это то множество на котором группа будет действовать 20 что омега не пустое множество определение будем говорить что задано действием сейчас как раз определяем что такое действие что задано действие g на омега если задано отображение отображение посмотрите из какого множества куда значит из же на омега в омега здесь у нас стоит декартовое произведение g на омега то есть паре элементов g и омега пусть поставляться некоторый элемент который опять же лежит в омега этот элемент мы будем обозначать также . омега или же чаще обозначают также от омега как бы как функцию дело в том что если мы как бы зафиксируем элемент же и считаем что же у нас например фиксированы то получается что фиксированным же у нас задано соответствие которое элементу из омега сопоставляет g от омега как бы фиксированный элемент g он преобразует элементы множества омега таким вот образом что омега сопоставляется же этому так но это еще не все значит помимо того что мы записали что заодно вот такое отображение из декартовое произведение же на омега в омега это отображение еще должно творить следующим свойствам первое свойство такое произведению элементов группы произведение элементов группы соответствует соответствует композиции преобразования что это означает это означает следующее что если мы возьмем например произведение а b и по действиям на омега в лесу нас операция групповая в нашей группе то это будет то же самое что а от б но то что стоит в правой части вы понимаете что написано композиция двух преобразований то есть а кружок бы вот она композиция и так произведению элементов должна соответствовать обязательно композиция преобразования это должно быть мест у них место для любых а b принадлежащих же и для любого мега так второе нейтральному элементу отвечает тождественное преобразование нейтральному элементу всегда отвечает тождественное преобразование множество то есть если мы е такой е омега или как я рассказала вместо вот этой точки можно брать функцию то же самое что е от омега и такая и такая запись применяется то это будет просто омега до любого омегу из множества омеги ну понятно что если е от омега равно омега это означает что действует тождественным образом так вот первое определение действие это вот такое отображение действий через nên омега в омега такое что произведению элементов группы отвечает композиция соответствающих преобразования множеств омег а нейтрального элемента отличает тождественное преобразование Так, следующее определение, оно не совсем, скажем так, похоже на первое, но на самом деле ему эквивалентно. Определение 2. Итак, пусть S от омега, это группа биекций, группа биекций множества омега на себя. Ну, понятно, относительно операции композиции, относительно композиции при развивании. Ну, мы такую группу уже с вами рассматривали, как один из примеров группы. Значит, определение такое. Действием группы G, опять-таки, на множестве омега. Гоморфизм называется произвольный гоморфизм. Гоморфизм. Я его буду обозначать I, который отображает G, B, S. Гоморфизм групп. Группа G отображается в S от омега. Итак, в G мы считаем у нас операцию умножения, а здесь уже, я вам сказал, B с от омега в группе биекций. Операция композиции. Так, ну вот есть у нас как бы два определения действия. Давайте докажем их эквивалентность. Итак, теорема 1. Определение 1 и 2 имеется в действии эквивалентность. Доказательность. Давайте сначала покажем, что из определения 1 следует определение 2. Определение 1 влечет определение 2. Итак, пусть у нас есть действия в смысле первого определения. Прежде всего, давайте покажем, что преобразование I, A, я так его обозначу, которое отвечает элементу A из G. Да, вот это I, A нужно еще определить. Пока же у нас ведь здесь никакого I, A действия, так сказать, в определении действия не говорилось. Давайте определим так. I, A это A точка омега. А что такое A точка омега? Вот у нас здесь записано. Это то же самое, что A применяется к омеге. И вот таким образом определенное I, A на самом деле от омега, я хочу доказать, что это будет взаимно однозначное отображение множества омега на себя. Значит, покажем, что I, A обратимо. А если оно обратимо, значит, оно может принадлежать S от омега. Так, ну как найти к нему обратный? Обратный, это как раз легко указать. Обратным к нему будет такое преобразование. Я сейчас возьму I, A в минус 1. Давайте проверим, что вот эта вот композиция даст, на самом деле, тождественное преобразование множества омега. Итак, я подействую на омега. По определению, это что у нас такое будет? Это будет I, A, I, A в минус 1 от омега. И A в минус 1 от омега, это будет фактически A минус 1, который действует на омега. То есть это будет A от A минус 1 от омега. Это по определению этого отображения I, A. Так, ну а дальше мы смотрим, что у нас композиция преобразования соответствует произведению элементов группы. Итак, я воспользуюсь теперь уже определением 1. По определению 1. Это у нас будет что? A умножить на A в минус 1 от омега. Ну, понятно, что здесь стоит произведение элементов группы взаимно обратно. Значит, это будет тождественный элемент E от омега. То есть омега. Итак, смотрите, вот это преобразование, которое действует на омега, оно действует тождественным образом. Отсюда мы получаем, что I, A, как позиция I, A в минус 1. Легко проверить, что в обратном порядке будет то же самое. И, A в минус 1, композиция I, A. Это тождественное преобразование. А и D. Итак, мы показали, что преобразование, которое отвечает элементу A из группы G, определенное вот таким вот образом, можно это в рамочку сделать, что оно обратимо. Значит, раз оно обратимо, оно лежит в S от омега. Ну, теперь давайте проверим, что это будет гомоморфизмом. Вот то отображение. Проверим, что соответствие A отвечает преобразование I, A. это гомоморфизм групп. Давайте условия гомоморфизма запишем. И от I, A, B от омега должно быть равно I, A композиции I, B от омега. Вот оно, условия гомоморфизма. То есть, опять же, нужно проверить, что произведение A, B отличает, как бы, композиция преобразования. Ну, конечно, конечно, это сейчас ведется вот к этому вот условию I, который мы записали. Давайте явно здесь запишем. Значит, в левой части что у нас будет? Преобразование соответствующий элементу A, B это будет A, B действующий на омега. Вот по этому определению, которое в рамочках записано. Так, ну а в правой части что у нас будет? У нас в правой части будет A от B от омега. Итак, вот это у нас равно этому в силу чего? В силу условия I. Это выполняется. Так, итак, мы показали, что если у нас задано действие в смысле определения I, то фактически вот таким вот образом можно получить действие в смысле определения II. То есть, гомоморфизм группы G в группу преобразования множества омега. Давайте в обратную сторону докажем. Так, из определения II следует определение I. Итак, есть у нас гомоморфизм группы G, группы преобразований взаимнооднозначных множества омега. Давайте так и запишем. Как у нас, нам нужно записать как элемент A из группы действует на элемент омега. Непонятно как. A от омега запишем по определению это IA от омега. Итак, элементы из группы мы сопоставили преобразование множества омега. То есть, фактически мы имеем такое отображение. Хорошо, теперь давайте проверим условия относительно композиции. Итак, если мы возьмем AB от омега, это по определению IAB от омега. Но так как у нас I является гомоморфизм, G в S от омега, это будет композиция таких преобразований IAB от омега. И B от омега. По определению это то же самое, что B, действующий на омега, но затем A действует на омега. Получается A от B от омега. Мы проверили выполнение условия 1. Следующий, что 1 выполняется. Итак, ну давайте проверим, что будет отвечать нейтральным элементам. Давайте так скажем, E от омега. Это I и E от омега. Но мы знаем, что при гомоморфизме любом нейтральный элемент от одной группы переходит в нейтральный элемент другой группы. Мы это доказываем. А какой здесь будет нейтральный элемент в группе S от омега? Кто скажет? Вот в этой группе какой нейтральный элемент? Тождественное преобразование значит E от омега должно давать омега. Я напишу, так как при гомоморфизме нейтральный переходит в нейтральный. Итак, мы доказали, что нейтральному элементу в нашем случае отвечает тождественное преобразование. Так, ну вот мы доказали, что вот два таких неочевидных, скажем так, неочевидно было, что они эквивалентны, но на самом деле это эквивалентное определение. Так, ну и давайте такое еще определение запишем. Определение. преобразование и с индексом А, имея ввиду, что вот это определение заданное у нас, преобразование и с индексом А называется действием тоже элемента А из группы G на множестве. Преобразование и А тоже называется А. Да, пожалуйста. Тогда же это не будет преобразованием. У нас должно быть эсетомет и группа биекций. Если чему угодно сопоставлять нейтральный элемент, то же не будет биекций. Нет, мы же показали. Вот мы доказали, что если мы вот так определяем и А, то к нему есть обратное. А раз преобразование обратимо, значит оно уже обязательно является биекцией. Здесь все строго. Так, значит, смотрите. Значит, определили, что это называется действием элемента А на множестве омега. И дальше давайте запишем такое замечание. Мы уже видели, что вот такое преобразование и с эндексом ге это тождественное преобразование. Спрашивается, а всегда ли вот тождественное преобразование получается только когда мы берем нейтральный элемент группы. Вот ответ такой, что вообще говоря не обязательно. Может быть существует целая подгруппа в группе G, которая действует вот так вот тривиальным образом. вот в этом состоит замечание. Давайте запишем. Возможно, в группе G есть целая подгруппа элементов, есть целая подгруппа элементов, которым отвечают тождественные преобразования. Возможно, в группе G есть целая подгруппа элементов, подгруппа элементов, которым отвечают тождественные преобразования. так, ну и вот на этом пути мы приходим к такому определению определение ядра кернел и так, и у нас это галморфизм, напомню еще раз галморфизм из g в s от омега, и так ядро будет состоять из чего? Это такие элементы а из g такие, что а омега равно омега, то есть который действует тождественным образом, для всех омега из множества амега и так, ядро это такие элементы, которые под действием галморфизма и переходят куда? в тождественное преобразование пространства омега, потому что здесь записано тождественное преобразование так, ну понятно, что ядро в этом случае будет, как ядро любого галморфизма будет нормальной подгруппой где? в группе G ядро является нормальной подгруппой потому что мы знаем, вообще говоря, описание такой вот нормальных подгрупп все нормальные подгруппами являются ядрами галморфизма и обратное ядро любого галморфизма это нормальная подгруппа вот такое вот описание нормальных подгрупп у нас будет так, ну и давайте запишем такое определение действие действие и опять же в S от омега называется эффективным в скобочках или еще говорят точным называется эффективным или точным если ядро этого действия состоит только из нейтрального элемента то есть только нейтральному элементу отвечает тождественное преобразование пространственного в остальных случаях будет какое-то другое преобразование так, еще одно определение действие G в S от омега называется свободным вот мы ввели понятие эффективности и свободности называется свободным если для любого элемента А не равного Е для любого А не равного Е А от омега не равно омега для всех омега принадлежащих множеству омега смотрите, если мы возьмем элемент отличный от нейтрального то обязательно все элементы куда-то переходят не в себя А от омега не равно омега значит они должны куда-то преобразовываться в какие-то другие элементы тогда мы говорим что действие свободно итак если действие свободно то нейтральный элемент действует тождественным образом а все остальные элементы куда-то сдвигают элементы то есть не оставляют их неподвижными тогда мы говорим что действие свободно так, ну еще одно определение давайте запишем нет, не эквивалентно об этом мы еще поговорим когда будем пример рассматривать то есть может случиться так например, что одно из этих условий выполняется потом посмотрим какое, а другое нет на самом деле если свободность выполняется то отсюда следует эффективность потом увидим из свободности следует эффективность а вот из эффективности свободность уже не следует почему? потому что может оказаться здесь какой-то элемент например который переходит в себя под действием элемента не равного е так что вот здесь существует такая вот тонкая разница между этими понятиями так, давайте запишем еще определение линейного представления определение линейного представления группы Линейное пространство давайте до определенности каким-то полем F неважно каким линейным представлением группы G в пространстве Линейным представлением группы G в пространстве V называется произвольный гоморфизм я ее буду обозначать буквой T по традиции обычно представление обозначает буквой T называется произвольный гоморфизм T группы G в группу G или так, а давайте вспомним G от V что это за группа? кто скажет? ну, лучше сказать невырожденные линейные операторы потому что раз здесь указано V если было бы матриц я бы написал бы там в скобочках F в степени N где она эта размерность пространства и так G от V это группа можно сказать так обратимых линейных операторов действующих в пространстве V относительно произведения линейных операторов так, ну, в отличие да, давайте посмотрим а будет ли можно ли считать что это у нас действие? ответ такой что это тоже частный случай действия почему? потому что если мы группой G сопоставляем невырожденные линейные операторы то ведь каждый невырожденный линейный оператор действует на пространстве V в смысле что он является объекцией всякий невырожденный линейный оператор объективно отображает линейное пространство на себя давайте это запишем очевидно что всякое линейное невырожденное преобразование невырожденное линейное преобразование объективно действует на пространстве V невырожденное линейное преобразование объективно действует на пространстве V объективность опять же следует из-за того что раз оно невырожденное Но у него есть обратное. Следовательно, линейное представление является примером действия. Но в отличие от прочих действий, здесь еще возникает понятие размерности. Что такое размерность представления? Пишут так. Это размерность пространства В на в поле МН. то есть под размерностью представления как раз понимает размерность пространства понятно, что в случае произвольного действия никакой размерности здесь говорить не приходится что омега это может быть произвольный обнос это просто может быть какое-то множество точек может быть что-то еще такое совершенно абстрактное так, ну теперь давайте рассмотрим некоторые примеры действия так, ну классический пример такой первое действие группы Sn на множестве m 1, 2 и так далее ну и понятно, что в этом случае элементу из группы Sn будет соответствовать какое преобразование как вы думаете на множестве элементу сигма, принадлежащему Sn ну очевидно подстановка какая-то соответствует подстановка степени ну и при этом мы знаем, что в силу того, что такое отображение является галмортизмом произведению здесь фактически подстановок соответствует композиция преобразования множества Sn тождественному элементу из Sn под тождественной подстановке соответствует тождественное преобразование множества и так это очевидно действие так, дальше второй пример так называемое стандартное представление стандартное представление матричных групп или матричные группы пусть у нас группа G содержится в группе G, L, N, F так, ну а G, L, N, F конечно, это уже матрицы матрицы порядка N невыжденные с коэффициентами из поля F значит, действие здесь устроено очень просто значит, в качестве пространства V которое мы будем рассматривать это будет у нас и действие давайте поскольку это представление я напишу так T от A это будет просто A смотрите как это нужно понимать A это матрица она принадлежит G, L, N, F а вот здесь справа мы матрицу рассматриваем как что? как невыраженный линейный оператор это уже принадлежит G, L от F, N вроде N перешло вот отсюда из нижнего индекса вот скажем, в верхний индекс но это уже получается группа невыраженных линейных операторов действующих пространствах ну а как вот матрица сопоставить оператор я думаю, вы все помните если A матрица то сопоставляется оператор который элементу X элемент X переводит в AX элемент X переходит в AX вот это уже будет невыраженная линейная оператор ну такого рода представление называется стандартным потому что матрица соответствует как бы преобразованию которое задается этой же матрице так, следующий пример рассмотрим группу O2TR это группа ортогональных преобразований плоскости ортогональные преобразования плоскости и преобразования сохраняющие скалярное произведение на плоскость так, ну а здесь давайте рассмотрим на той же самой плоскости дельта N это правильный N-угольник правильный N-угольник будем считать, что центр этого N-угольника находится в начале координат тогда мы можем рассмотреть такую группу DN которая у нас уже возникала это множество таких элементов G принадлежащих O2R таких, что G от дельта N равно дельта N и так, грубо говоря мы рассматриваем такие ортогонные преобразования которые переводят правильный N-угольник в себя понятно, что какая группа получилась мы ее уже много раз рассматриваем группа диэдра, конечно это получается группа движений группа движений правильного N-угольника или группа диэдра так, ну а вот с этой группой какие можно связать действия давайте запишем с этой группой можно связать сразу несколько действий первое, например действие группы DN на множестве точек плоскости действие группы DN на множестве точек плоскости давайте посмотрим будет ли это действие эффективно как мы если взять какой-нибудь элемент группы диэдра который не является тождественным нейтральным элементом ему будет отвечать тождественное преобразование плоскости но очевидно нет правильно при повороте, например у нас точки переставляются какие-то, по крайней мере при симметрии тоже точки переставляются то есть явно не получается тождественное преобразование если мы возьмем отличный от нейтрального элемент группы диэдра но в то же время видно что это действие не свободно и так оно эффективно но не свободно а кто скажет почему оно не свободно можно ли указать такой элемент отличный от нейтрального у которого будут неподвижные точки да, совершенно верно начало координат при симметрии целая прямая может оказаться неподвижна правильно при повороте начало координат поэтому оно не будет свободным давайте запишем вот пример эффективного но не свободного действия вот пример эффективного но не свободного действия потому что и скажем повороты повороты и симметрии имеют неподвижные точки у поворота неподвижная точка начало координат а у симметрии относительно прямой прямая будет множество неподвижных точек Так, можно рассмотреть также действия той же самой группы ДН на множестве вершин. Давайте запишем. Можно рассмотреть действия группы Диэдра на множестве вершин правильного иноугольника. На множестве вершин. Можно рассмотреть на множестве ребер правильного иноугольника, на множестве диагонали и так далее. Так, понятно, да, что если есть группа какая-то, то ей может отвечать много разных действий в зависимости от того, какие мы выбираем, в данном случае, множество омега. Выбираем ли мы вершины, выбираем ли ребра или диагонали. Таким образом, получается разные действия. Так, ну еще один пример действия, и потом уже перейдем дальше к следующим свойствам. Действия группы на фактор пространства. Давайте лучше напишем так, на фактор группы. На фактор группы. Не давайте, что на фактор пространства. Можно на фактор группы рассматривать, но я хочу дать более широкую конструкцию на фактор пространства. Итак, рассмотрим в качестве омега. Это множество левых смежных классов. Множество левых смежных классов. Ну, понятно, что если H нормальная подгруппа, тогда это был бы, конечно, фактор группы. А в общем случае, если H какая-то произвольная подгруппа, давайте я напишу, что H это просто подгруппа в группе G у нас. Тогда это будет, говорят, что это фактор пространства. Множество левых смежных классов. Так, ну а действие определим так. И А от XH равно AXH. Просто наберем вот этого представителя X и домножаем на А. Давайте проверим, что это действие. Ну, я думаю, всем понятно, что если мы возьмем в качестве А нейтральный элемент, тогда понятно, что действие будет ревиальным. То есть будет аж действие на прирозовании. А вот давайте проверим вот это вот условие композиции. Итак, И, ну что так, А, B от XH. Что это такое будет? Это будет умножение сразу на А, B. Ну, а это можно написать так, что это у нас И, А действует на B и XH. Потому что И, А действует как раз умножением слева на А. А это, в свою очередь, И, А, композиция И, B, которая действует на XH. Итак, мы проверили условия гоморфизма, что произведение элементов А и B соответствует композиции соответствующих преобразований. То есть условия как бы тоже выполняются. Так, на самом деле, вот этот пример, четвертый, да, действие группы на фактор пространства. Ну, на самом деле, является самым универсальным. Потому что можно доказать, но это как бы не входит в программу нашего курса, что любое действие эквивалентно, если правильно определить эквивалентность действия на некотором фактор пространства. Давайте это запишем. Последний пример является универсальным примером действия. Последний пример является универсальным примером действия. Так как любое действие эквивалентно действию на фактор пространства. Любое действие эквивалентно действию на фактор пространства. Только нужно корректно определить фактор пространства. так дальше у нас опять-таки будет несколько новых определений пожалуй я уже итак пусть дано действие группы же на множестве омега определение орбиты орбиты элемента омега под действием группы же называется множество которые буду обозначать также от омега это множество элементов вида от омега где а пробегает группу же смотрите а от омега это куда может перейти элемент омега под действием элементов группы же вот мы как бы рассматриваем все две точки куда элемент омега можно передвинуть даже может быть такое вполне что это мы живем итак сюда мы можем передвинуть сюда сюда вот это вот получается как бы орбита орбита ну и понятно что в данном случае как бы орбита она у нас содержит же и саму точку омега а кто скажет почему сама точка омега принадлежит заведомо орбите да потому что есть нейтральный элемент который переведет омега в себе так хорошо и так что такое орбита я думаю понятно это множество всех точек которые мог в которые может быть элемент омега переведен под действием группы же так дальше мы ведем такое определение будем говорить что элементы омега-1 и омега-2 эквивалентны относительно действия группы же если омега-2 принадлежит g от омега то есть второй элемент принадлежит орбите первого элемента так на такое простенькое утверждение давайте пишем утверждение 1 покажем что вот это отношение которое мы верим быть эквивалентными она сам бери отношение эквивалентность что так отношение я вот это будет означать так омега-1 как обычно обозначает эквивалентность такой волной проверим что соотношение волны которые мы верили есть отношение эквивалентность на множестве омега давайте это проверим так но рефлексивность верно ли что омега эквивалентно омега да потому что я уже сказал что элемент омега он принадлежит орбите этого же элемента давайте еще раз напишем так как омега равно и е от омега то есть нейтральному элементу соответствует тождественно призвание то отсюда следует что омега так рефлексивность есть дальше симметричность пусть омега-1 эквивалентно омега-2 значит это означает что что омега-2 принадлежит орбите омега-1 или это означает что омега-2 равно а омега-1 . поставлю для некоторого а из группы так ну понятно что здесь то мы можем как бы домножить на а минус 1 слева то есть воспользоваться скажем следующим преобразованием а в минус 1 и отсюда получить что наоборот на мега 1 равно а в минус 1 и омега-2 потому что для каждого преобразования есть же обратное преобразование и мы видели что он вызывается если здесь казань задается элементом а ту обратно задается элементом а минус пены так ну а вот это как раз означает, что теперь уже омега-1 принадлежит g от омега-2. Первый элемент принадлежит орбите второго. Значит, W2 эквивалентна W1. Итак, симметричность мы тоже доказали. Ну и транзитивность совсем уже очевидна. Значит, если омега-1 принадлежит g от омега-2, а омега-2 принадлежит g от омега-3. Давайте будем считать, что они эквивалентны. Омега-1 эквивалентна омега-2, омега-2 эквивалентна омега-3. Покажем, что омега-1 принадлежит g от омега-3. Вот это нужно показать. Так, ну запишем здесь. Значит, существует элемент А из группы такой, что омега-2 равно А омега-1. Это первое условие. Второе условие. Существует элемент B из группы G, такой, что омега-3 это B омега-2. Ну и понятно, что вот сюда нужно омега-2 подставить из верхнего равенства. Получится, что B, A, омега-1. Итак, W3 мы доказали, принадлежит орбите омега-1. Так. А я написал, что... Так, нам нужно показать, что омега-1 G от омега-2 это у нас как раз означает, что омега-1... Это я написал, что омега-2 эквивалентно омега-1. Так. Вот это вот. А это у нас омега-3 эквивалентно омега-2. А нам нужно указать, что омега-3 эквивалентно омега-1. Вот это Давайте так еще один шаг сделать. Значит, омега-3 равно bA от омега-1. Получается тогда, что омега-1 это будет bA-1 от омега-3. Получаем, что омега-1 принадлежит g от омега-3. Короче, транзитивность тоже выполняется. Так, ну а смысл того, что мы сейчас только что доказали? Раз у нас есть на омега отношение эквивалентности, вот мы его ввели, это означает, что у нас омега распадается на не пересекающиеся классы эквивалентности, которые так называются в этом случае орбиты. Орбиты под действием группы G. Давайте это запишем. Вследствие множество омега разбивается на орбиты. Множество омега разбивается на орбиты действия группы G или в скобочках или на классы эквивалентности. То же самое это классы эквивалентности относительно нашей отношения эквивалентности, которые мы назначили в одном. Так, следующее определение у нас будет это определение стационарной подгруппы. Итак, по-прежнему у нас есть действие. Пусть омега элемент из нашего множества омега. Где он никакой? Стационарные подгруппы элементу омега. Я сейчас в скобочках напишу синоним. Кроме слов стационарной подгруппы иногда говорят стабилизатор. Я напишу так. Или стабилизатором стабилизатором элемента омега называется группа которая буду подозначать так st от омега. st как раз содержится и в слове стационарный, первые две буквы st и в слове стабилизатор. Поэтому такое обозначение как бы естественно ст от омега это совокупность элементов а из группы g таких, что а омега равно омега. Итак, стабилизатор элемента омега состоит из тех элементов группы, которые оставляют элемент омега неподвижными. Они омега переводят в себя. Так, ну сразу такое вот упражнение. Доказать, что st от омега стабилизатор доказать, что st от омега это подгруппа в группе g. Я это доказывать не буду. Довольно очевидное утверждение конечно, но давайте что-то вы сами тоже докажете. Так, дальше нам потребуется такое обозначение. Значит, пусть у нас есть элементы омега 1 и омега 2. Давайте так, омега и омега штрих это два элемента одной орбиты. То есть, грубо говоря, из омега можно получить омега штрих, применяя элементы, применяя действия элементов группы g и наоборот конечно тоже. Так, теперь мы ведем такое обозначение. Вот, что так, shift омега, омега штрих это будет совокупность всех элементов а из группы g, таких, что а от омега равно омега штрих. Ну, собственно говоря, shift означает по-английски сдвиг. Получается, мы рассматриваем такие элементы а, которые сдвигают омега в омега штрих. Так, давайте вот считать, что у нас есть какая-то орбита, здесь есть омега, омега штрих. Вот мы можем рассмотреть всевозможные элементы, при действии которых омега переходит в омега штрих. Ну, какой-то один из них обозначим через S, например. Пусть S принадлежит shift омега омега штрих. Так, дальше давайте докажем такое утверждение, которое касается того, как вот такое множество shift выглядит. Утверждение 2. Так, пусть S принадлежит shift омега омега штрих. Тогда утверждается следующее. Все множество вот этого shift можно записать как стабилизатор омега штрих умножить на S, или, иначе говоря, можно записать как S умножить на стабилизатор омега. Итак, здесь дается описание вот этого множества shift. Видно, что вот в таком виде оно является чем? Оно является левым смежным классом, ой, точнее, правым смежным классом, извиняюсь, по стабилизатору омега штрих. А в этом случае, наоборот, левым смежным классом по стабилизатору элемента омега. Вот все множество shift, это как бы смежный класс по стабилизатору. Так, доказательства. Так, ну давайте, наверное, вот что проверим. Сначала проверим, что у нас вот это множество содержится в shift, и это множество содержится в shift. То есть проверим сначала вот такие включения. Итак, если мы возьмем стабилизатор омега штрих умножим на S, ну и применим, давайте, к омега. У нас по условию S принадлежит shift, значит, переводит S куда? Омега в омега штрих. Отсюда следует, что S от омега равно омега штрих. Ну и здесь на рисунке у меня тоже видно, вот омега переводится элементом S в омега штрих. Значит, получается S от омега это омега штрих. Получается стабилизатор омега штрих умножить на омега штрих. Ну а стабилизатор, он же элемент переводит сам в себя, он оставляет его неподвижным. То есть получается омега штрих. Итак, мы видим, что вот произведение вот такое. Правый смежный класс, как я уже сказал, по стабилизатору омега штрих, переводит омега в омега штрих. Значит, вот это произведение лежит где? Лежит в shift. Так, содержится в shift. Так, ну вот это включение второе проверяется аналогично. Давайте я его запишу. Итак, S на стабилизатор омега применим к омегу. Здесь уже стабилизатор омега. Сначала омега переводит в себя, а потом S переводит омега в омега штрих. Так что так, S от омега, а это и есть омега штрих. Итак, мы видим, опять-таки, вот это вот множество переводит омега в омега штрих. Так, ну в одну сторону, я думаю, понятно вот это включение. Давайте в обратную докажем. Обратное включение. Давайте покажем, что shift омега в омега штрих содержится в стабилизаторе омега штрих умножить на S. Я пока поставлю знак вопроса. Вот мы хотим это доказать. Так, ну, наверное, проще всего так сделать. Давайте вот это предполагаемое включение справа умножим на S минус 1 на обратный к S. Так, что у нас получится? Получится shift омега омега штрих умножить на S минус 1 включается в стабилизатор омега штрих. А то, что какое-то произведение лежит в стабилизаторе омега штрих, легко проверить. Как проверить? Ну, проверить, что омега штрих переходит в себя. Давайте это проверим. Итак, я возьму вот этот shift омега омега штрих умножить на S минус 1 и применю к омега штрих. Понятно, что S минус 1 омега штрих перейдет в омега, потому что это взаимнооднозначное преобразование. Итак, вот это преобразование омега штрих перейдет в омега, а shift потом омега перейдет в омега штрих. Получается снова омега штрих. Получается, что омега штрих остается неподвижным по действиям вот таких преобразований. Вывод, они содержатся в стабилизаторе, по определению стабилизатора. Так, ну и последнее включение, которое мы осталось проверить. Сейчас его быстренько напишем. Проверим, что S на стабилизаторе, что shift, извиняюсь, содержится в S на стабилизаторе. Shift омега омега штрих содержится, опять-таки знак вопроса, S умножить на стабилизатор омега. Ну а теперь давайте опять-таки слева домножим на S. Получим S на shift омега омега штрих содержится в стабилизаторе омега. Как проверить, что что-то содержится в стабилизаторе омега? Ну подействовать на омега, проверить, что он переходит в себя. Итак, S на shift омега омега штрих применяем к омегам. Элементы из shift переведут или сдвинут омега в омега штрих, а S снова омега штрих переведет куда? Теперь переведет в омега. Получится в итоге омега. Так, ну чтобы картинка стала более наглядной, давайте здесь я нарисую. Вот у нас омега переходит в омега по действиям стабилизатора омега. А здесь омега штрих переходит в омега штрих по действиям стабилизатора омега штрих. И так получается, что вот множество shift всех преобразований, ведущих из омега в омега штрих, мы таким образом описали, соответственно, как смежные классы по соответствующим стабилизаторам. Так, но из этого утверждения есть важные следствия. С перед стабилизатором? Вот здесь вот? Да, да, да. А я домножаю на S-1. Извиняюсь. Давайте здесь допишем S-1. S-1. А там-то я хоть правильно написал? Да, там правильно написалось минус 1. Здесь тогда S пропадает, и здесь тогда будет S-1, да? Еще раз давайте проверим. Под действием shift A омега переходит в омега штрих, а S-1, обратное преобразование как раз омега штрих перейдет в O. Все правильно. Я просто здесь обратную степень минус 1 задумался. Так, ну вот утверждение 2 доказано. Я уже сказал, что здесь будут важные следствия. Следствие 1 такое. Так, давайте посмотрим вот на правую часть доказанного равенства. И если мы сейчас это равенство умножим справа на S-1, то мы получим, что стабилизатор омега штрих будет равен S на стабилизатор омега на S-1. Смотрите, мы взяли омега и омега штрих – это две точки одной орбиты. И показали, что стабилизаторы этих точек… Вот что можно сказать про такие подгруппы, которые связаны таким соотношением? Кто может сказать про такие подгруппы? Сопряженные? Сопряженные, конечно. Давайте запишем. То есть стабилизаторы точек одной орбиты всегда сопряжены. Вот такой вот факт. Стабилизаторы точек одной орбиты всегда сопряжены. Стабилизаторы точек одной орбиты сопряжены. А сопряжены с помощью элемента из shift-a, естественно. Так, хорошо. Следующее следствие. Следствие 2. Называется так иногда – теорема о мощности орбиты. Теорема о мощности орбиты. Звучит оно так. Мощность G от омега. Мощность мы обозначаем вот так как модуль. Равна G делить на стабилизатор омега. То есть мощность орбиты, которая содержит элемент омега, равна чему? Индексу стабилизатора. Давайте запишем. Иначе говоря, мощность равна индексу стабилизатора. Ну, а в случае, если речь идет о конечной группе G, давайте я здесь напишу. Если G конечной, тогда мы даже можем больше того сказать, что мощность чему будет равна? Порядок G разделить на порядок стабилизатора. Порядок G разделить на порядок стабилизатора. Порядок G разделить на… Поскольку вот этот вот индекс будет в данном случае равен просто отношению соответствующих порядков группы. Так, ну вот это нужно, конечно, доказывать вследствие 2, оно не такое уж очевидное. Так, возьмем какой-нибудь снежный класс по стабилизатору. Пусть A стабилизатор омега принадлежит вот как раз G по стабилизатору омега. Не стоит думать, что это фактор группы, это просто у нас как бы фактор пространства. То есть это как бы просто множество левых смежных классов. Множество левых смежных классов. Так, и теперь давайте A стабилизатор омега. Мы хотим сопоставить какой-то элемент орбиты точки омега. А элемент орбиты я поставлю такой вот. А точка омега. Или A от мега. Итак, смотрите, смежному классу по стабилизатору мы сопоставляем конкретный элемент орбиты. Это принадлежит G от омега. Так, ну а вот почему здесь будет взаимно однозначно. Давайте посмотрим. Если мы возьмем два смежных класса, A стабилизатор омега и B стабилизатор омега. Когда такие вот два смежных класса равны или совпадают? Совпадают тогда и только тогда. У нас же был критерий принадлежности двух элементов одному и тому же левому смежному классу. Вот здесь мы как раз этим критерием пользуемся. Давайте напомним. Тогда и только совпадают, когда A в минус первой B принадлежит стабилизатору омега. Или это равносильно тому, что A минус первой B от омега равно омега. Раз это стабилизатор омега, значит омега должно оставаться неподвижным. Ну а если это домножить слева на A, то это будет что означать? Что A от омега равно B от омега. Итак, смотрите, что мы доказали. Что если мы берем два произвольных смежных класса, то если эти классы совпадают, им будет отвечать, что здесь один и тот же элемент орбиты. И обратно, если у нас элементы орбиты, которые соответствуют смежному классу, здесь совпадают, то соответствующие смежные классы тоже равны. Итак, мы показали, что имеется объекция между смежными классами по стабилизатору и элементами орбиты G от омега. Давайте запишем. Мы доказали, что есть объекция между смежными классами вот отсюда и G по стабилизатору и элементами орбиты A от омега, принадлежащими G от омега. То есть, грубо говоря, два смежных класса совпадают тогда и только тогда, когда соответствующие элементы орбиты между собой тоже совпадают. Так, хорошо. Ну, такой вопрос на понимание. Мы написали следствие 2, да, теорема о мощности орбиты. А где-то мы вообще самим утверждением 2-то пользовались или нет, как вы думаете? Почему это следствие утверждения 2? Если мы вроде бы вот самим утверждением 2 не пользовались, кто скажет? А мы же не говорили, что это фактор группы. На самом деле стабилизатор точки не обязательно будет нормальной подгруппой. Я сказал, что это вот фактор пространства. Это не фактор группы, а фактор пространства. То есть здесь мы рассматриваем это множество. Исключительно, как множество левых снежных классов, но не как фактор группы. Ну, давайте я подскажу. Дело в том, что, смотрите, когда мы говорим утверждение о мощности орбиты, здесь же вообще говоря, нужно доказывать корректность. Что если бы мы, например, от элемента омега перешли бы к какому-то другому элементу омега штрих, от этого мощность орбиты ведь не должна измениться, правильно? У нас мощность орбиты это число элементов орбиты. А если бы омега заменили на омега штрих, что бы произошло? Оказывается, ничего бы не произошло как раз в силу чего? В силу того, что у нас в последствии один, две такие, два любых стабилизатора, они сопряжены. А вот сопряжение, когда мы подгруппе сопоставляем сопряженную подгруппу, оно на самом деле является автоморфизмом группы. Всякое сопряжение – это автоморфизм группы. Соответственно, получается, что индексы подгруппы в этом случае будут совпадать. Индекс подгруппы H, например, и сопряженные подгруппы. Давайте запишем это. Замечание. Корректность доказанного утверждения о мощности орбиты обеспечивается следствием 1. Замечание. Корректность доказанного утверждения о мощности орбиты обеспечивается следствием 1, потому что любые два стабилизатора для точек одной и той же орбиты сопряжены друг к другу. Корректность теоремы о мощности орбиты обеспечивается следствием 1, потому что любые два стабилизатора сопряжены. А сопряженность, сопряженность, легко проверить, является автоморфизмом. То есть если мы h сопоставляем сопряженные подгруппы, это автоморфизм в группе g. И, соответственно, индексы в этом случае должны быть равными подгруппе. Так, дальше мы докажем формулу орбит. Давайте докажем теорема 2. Теорема 2 в скубочках формулы орбит. Итак, пусть i, как обычно, g, s, ω действует. Так, дальше. Пусть ω, кроме того, конечное множество. И ω конечное. Тогда утверждается, что мощность ω равна сумме мощностей g от ωитов, где ω это представители разных орбит в множестве омега. Смотрите, вот этот, что такое g от ω и това? Это мощность орбиты. Я думаю, вот это равенство понятно, что омега, она же распадается в дизъюнтное объединение разных орбит. Или попарно не пересекаешься орбит. А это, как раз, получается мощность орбиты. Ну, а остается только для g от ω и това записать, что мощность орбиты это индекс соответствующего стабилизатора. Давайте здесь напишем сумму по i от единицы до s. Здесь напишем, что s это множество. s, да, это число различных орбит. Под действием g. Итак, s это число различных орбит, поэтому сумма здесь идет по i от единицы до s. Ну, и остается только записать, что g от ω и това после s2. Можно записать, что это сумма индексов соответствующих стабилизаторов по i от единицы до s. Вот эта формула, которую мы сейчас, собственно говоря, и вывели, это же как бы сразу и утверждение, и доказательство. Она вытекает, на самом деле, сразу из следствия 2, что мощность каждой орбиты это индекс соответствующего стабилизатора. Вот, сколько нужно корректно записать, что такое вот будут элементы ω и т. Это будут представители различных орбит в группе g. Так, хорошо. Значит, дальше мы рассмотрим так называемые классические действия группы на себе. То есть, на самом деле, очень часто возникает такая необходимость группы действовать на самой себе. На самом деле, такое действие можно определять неоднозначно. Вот, грубо говоря, скажем, можно действовать с сопряжением, например. А можно еще по-другому как-то действовать. Таких много разных действий. И вот, ввиду их важности для теории групп, я бы сказал бы, что это классические примеры действий. Давайте такой заголовочек и запишем. Классические примеры действий группы на себе. Продолжение следует... Так, первый пример, который мы рассмотрим классический, это действия группы левыми сдвигами. И так, как я уже сказал, у нас в качестве множества омега будет выступать сама группа. И мы будем рассматривать и действующие из G в S от G. Ну и осталось только определить, что соответствует элементу A. Элементу A будет соответствовать такое преобразование группы G, которое X переводит в AX. Иначе говоря, и A от X равно AX. Вот это можно считать определением. Ну почему говорят левый сдвиг? Потому что элемент X, произвольный элемент X из группы, любого элемента X из G, просто умножается на элемент A слева. А раз умножается, значит, ну куда-то сдвигается в какой-то другой элемент. Так, ну давайте сразу подумаем насчет того, а будет ли это действие эффективно. Давайте напишем kernel. Kernel E. По определению это будут те элементы A из G, такие, что AX равно X. То есть мы должны написать, что результат действия сохраняет X неподвижно. Значит, AX равно X. Для любого X из G. Ну как вы думаете, какие элементы A вот этому равенству удовлетворяет? Ну только нейтральный элемент, конечно. Все элементы группы переводят в себя. Только нейтральный. Значит, это будет и есть. Следовательно, это действие эффективно. Мы знаем, бывают эффективные действия, которые не являются свободными. То есть может действие оказаться эффективным, но одновременно не свободным. Давайте исследуем на то, будет ли оно свободным. Так, значит, мы говорим, что действие свободно. Вот определение у нас осталось. Если для любого элемента A из G, ну давайте возьмем пусть A не равно E. Пусть A не равно E. И тогда запишем, ну предположим, что оно не свободно, да? Тогда у нас что должно выполняться? А омега равно омега для какого-то, здесь написано для любого, мы должны квантер изменить, для какого-то элемента омега из омега. Пусть A не равно E и не свободно. То есть существует элемент омега из омега, такой, что A омега равно омега. Вот я предположу, что оно не свободно. Так, ну я думаю, понятно опять же, что здесь-то у нас мы можем воспользоваться тем, что и A и омега – это элементы одной и той же группы, а в группе для каждого элемента есть обратный. Напрашивается, что домножить справа на омега минус 1. Раньше у нас не было такого понятия, как омега минус 1, а в группе для каждого элемента омега есть обратный. И что-то получится? Получится, что A равно E. Сначала мы предположили, что A не равно E, предположили, что действия не свободны, и получили, что A равно E. Противоречие. Итак, вывод, который мы должны сделать, что в данном случае действие и эффективно, и свободно одновременно. Так, дальше давайте посмотрим, а что собой представляет образ I. Образ I – это будет у нас какое-то подмножество в S от G. Но так как и это, естественно, гомомархизм, мы говорили, что действие является гомомархизмом, то это будет подгруппа в S от G. Итак, I – это будет какая-то подгруппа в S от G. Более того, в данном случае мы можем воспользоваться теоремой о гомомархизмах. По теореме о гомомархизмах мы можем сказать, что I, I – образ группы G по действиям, вот этого левого действия, левыми сдвигами, будет изоморфен фактор группе G по терну I. Но у нас-то ядро какое? Тривиальное, правильно? Вот мы записали. Ядро состоит только из нейтрального элемента. Ну, понятно, что это получается изоморфное G. Итак, смотрите, получается, что мы как бы имеем возможность, раз образ I – это подгруппа в S от G, вложить группу G в S от G. Вложить группу G в S от G. В частности, если бы мы рассматривали действия подстановками степени N, в этом, в частности, если бы в качестве действия мы бы рассмотрели бы I, S, N в S от N, то есть действия подстановками, то мы бы опять пришли к тому, что у нас I, I – образ группы G – изоморфен G, правильно? Вот тоже самое в верхней строчке я бы повторил бы. Получил бы I, I – изоморф на G. Но у нас образ I – это подгруппа где? В группе S от M, а S от M в данном случае – это что такое? Это будет SM. Итак, что мы сейчас доказали? Что мы можем инъективно, потому что у нас тривиальное ядро, инъективно вложить G в группу SM. Что это такое за теорема? Теорема Кэлли. Давайте запишем. Правильно, совершенно верно. Итак, мы доказали, что G изоморфно вкладывается. Изоморфно вкладывается. То, что изоморфно вкладывается, как раз следует из-за того, что ядро здесь тривиальное. Теорема Кэлли вкладывается в группу SM. То есть доказали теорему Кэлли. Теорема Кэлли. Новое доказательство, конечно. У нас такого не было. Почему оно новое? Потому что оно основано на теореме о гоморфизмах. Вот мы показали, что образ I изоморфен в группе G. Получается, что группа G вкладывается в данном случае в группу подстановок SM. Это, конечно же, теорема Кэлли. Но раньше мы доказали, скажем так, более простым способом. Так что это не такое уж великое достижение. Так, еще давайте рассмотрим следующий пример. Это действие группы на себе с сопряжениями. Левыми сдвигами мы рассмотрели. И зато пришли к новому доказательству теоремы Кэлли. Так, второе классическое действие. Действие группы G на себе с сопряжениями. Итак, опять же я пишу, что в качестве множества омега мы берем саму группу G. И с индексом А я определю так. и А галморфизм G в S от G. Давайте так определим. И А от Х это Х в степени А в минус первой. Именно так. А это то же самое, что А, Х, А в минус первой. Можно сказать, что этот элемент сопряжен элементу Х с помощью какого-то элемента группы G. Да, потому что вот так мы обозначали сопряженым элементом. Но только сопряжен не с помощью А, а с помощью А в минус первой. Так, что этот элемент сопряжен А с помощью А в минус первой. Ну, для начала давайте проверим, что то, что мы получили, это действительно действие. То есть это вот задает галморфизм. Давайте проверим условия галморфизма. Итак, И, А от Х, У напишем так. Это будет Х, У в степени А в минус первой. Ну, вот для такой вот функции, как бы, возведения в степень, мы уже видели, свойства у нас были такие. Это в частности мы знаем, что это будет Х в степени А в минус первой на У в степени А в минус первой. Так, хорошо. Но первый множитель, это как раз и есть, И, А от Х. А второй множитель, это И, А от И. Ну, вот оно как раз и есть условие галморфизма. И, А от произведения равно произведению соответствующих образов. Условие галморфизма выполняется. Итак, я доказал, что это галморфизм в группу С от Ж. Так, ну, я думаю, понятно, что сопряжение является взаимнооднозначным преобразованием группы Ж. Потому что для него всегда есть обратное сопряжение с помощью элемента А в минус первой. Для него обратное это будет А. Так, а вот такое вот важное замечание. А если бы я просто написал бы Х в степени А, получил ли я действие или нет? Как вы думаете? Вот зачем я взял именно сопряжение с помощью А в минус первой? Вроде бы, как естественно, написать Х в степени А. Будет действие или нет? Давайте проверим. Легко проверяется. Давайте я введу такое вот отображение. Напишу Ж теперь уже А от Х. Равно Х в степени А. И равно это будет, в данном случае, уже А в минус первой Ха. Вот так мы от идеалия сопряжение, да? А в минус первой Ха. Ну, проверим, будет ли здесь ЖА от Х и У. Я поставлю знак вопроса. Равно ЖА от Х умножить на ЖА от У. Итак, действием сопряжением с помощью А, получается А в минус первой Х и У на А. А справа получается ЖА от Х. Так, а знаете, что я проверил? Я проверил, ведь на самом деле, немножечко не то. Я проверил, что здесь я проверил. Я проверил, что это у нас... Ну да, что это гомоморфизм. Да, гомоморфизм. Так, немножечко не то я проверил. Давайте еще раз. Условия гомоморфизма здесь не так надо проверить. Итак, нам нужно было проверить вот что. Что И, А, Б от Х. Что произведению элементов А, Б отвечает композиция преобразования. Вот в этом смысле, что это гомоморфизм в группу преобразований. Вот это нужно было проверить. Что это равно И, А от И, Б от Х. Вот это как раз и есть условие гомоморфизма. Потому что в группе ССЖ у нас операция это композиция преобразования. Вот здесь как раз композиции написано. И вот здесь как раз все хорошо. Давайте проверим это. Получается, Х степени А, Б в минус первой. Правильно? Это что будет такое? Это будет Х степени Б минус первой на А в минус первой. То есть это будет И с индексом Б от Х в степени А в минус первой. То есть это будет И, А, и Б от Х. Вот это вот равенство выполняется. То есть элемент И, А, Б от Х как раз есть И, А, Б от Х равен композиции И, А, И, Б при образовании. А вот здесь как раз вот уже не будет это выполняться. Давайте в этом убедимся. Итак, проверим, что g от А, Б от Х не равно g от А от g, Б от Х. Итак, здесь у нас что получается? Здесь получается, давайте явно я запишу, А, Б в минус первой, Х, А, Б. Это если обычное сопряжение действует. Или это получается, б минус первой, А в минус первой, Х, А, Б. Или это получается, б минус первой, g, А, действующая на Х, на Б. А теперь видно, что это будет равно g, Б, g, А от Х. Вот так вот. То есть должно быть вот это, g, а, g, B от Х. А получается, наоборот, g, B, g, А от Х. То есть как бы эти множители А и Б переставились у нас местами. Вот почему не стал брать сопряжение, так сказать, обычную операцию, а взял сопряжение с помощью элемента А в минус первой. И действительно получилось действие. Если бы я просто взял бы обычное сопряжение с помощью элемента А, вот так бы, Х степеня, то видно, что у нас g, А, B не равнялась бы g, а, g, B от Х. То есть условия, так сказать, композиции здесь было бы, ну, в обратном порядке пришлось бы выполнять эти операции. То есть условия композиции здесь не выполняются. Так, ну вот уже время наше закончилось. Ну, я думаю, что все основное, что касается сопряжения, там, в частности, свойств, эффективности, свободности, мы рассмотрим уже на следующей лекции. Все, спасибо за внимание. Спасибо.